Национальная экспозиция Беларуси откроется сегодня на первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг. В Шанхае свои наработки и достижения презентуют китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень», Национальное агентство инвестиций и приватизации, Министерство транспорта и коммуникации и промышленности. Посетители масштабного форума познакомят также с туристическими возможностями Минска. Запланированы переговоры белорусской китайско-официальных делегаций. В Беларуси продолжается неделя подарков к 7 ноября. Сегодня в Житковическом районе будет открыт мост через Припять. Это стратегически важный объект, при возведении которого учли все ошибки прошлого. Сооружение длиной около километра и массой свыше 3000 тонн связывало два берега реки 30 лет. Несмотря на модернизацию в декабре 2017-го, появились трещины. Движение по мосту запретили. На этот раз конструкцию сделали металлической. Пролет российского производства «Воронеж-Сталь-Мост». Сегодня два города, Житкович и Туров, снова станут намного ближе. Первым триумфатором форума «Листопад» стал датский режиссер Петер Сант-Магнусен, представляющий польскую школу кино, телевидения и театра. Его картина «Таже боль» названа лучшей из 25 фильмов конкурса национальных киношкол. Победители чествовали в стенах музея истории белорусского кино. В юбилейной 25 листопад впервые участники этого конкурса получили дипломы за операторскую работу и оригинальный подход.